Моя Родина, Сибирь, необъятно велика, как жених, так богатырь, как невеста, так ягодка. Так, поговорим о грушах. Они имеют свои особенности, причем самая главная особенность, принципиальная, они не знают или не обращают внимания, считают, что это не имеет никакого значения. Сейчас мы будем разбираться, этот фильм будет состоять из двух половинок. Первая снята сейчас в саду, а вторая в квартире за компьютером. Угостить вас грушами уже не смогу, по той причине, что, видите, они догнивают. Вот, если приглядеться хорошо, вот, там очень большое количество груш лежат и догнивают. Убирать их нельзя. Кто запретил? Я запретил. Дерн, скошенная трава, упавшие листва, вот, все, что упало с дерева, плюс то, что с неба упадет снег, пока дождь. Видите, как сыр, потом снег, вот он, вот, предвестник зимы, первый снег. И это все принадлежит дереву. Не сметь, нельзя убирать. Это я вам сказал по ходу, потому что это часть системы. Это страшная вещь, когда о нас, не зная о природе груши, а мы сейчас о ней будем говорить, вы поймете меня, надеюсь. А те, кто не знал, я больше никогда и не узнаю. Мы и живем параллельными путями. Стандартная, образовательная. Все эти агроприемы с 18-19 века, к сожалению, перешли в учебники. Были научены тысячи, десятки тысяч преподавателей. Десятки, сотни тысяч студентов это все восприняли за чистую монету. И так будем исправлять. Смотрите. Ну, давайте, чтобы далеко не ходить. У меня много грустно в том участке. Вон там, за забором, даже за дорогой. А здесь ближайшая груша. Довольно разлапистая. Вот. Знаете, почему? Ну, потому что была сделана специальная омолажившая обрезка. Она по неволе стала разлапистая. Вот. Это тоже. Ну, и к тому же добавьте, что на каждой из них от трех до пяти сортов. Вот. Вот. Это тоже придает ей разлапистость. Два. Вот. И главное то, что я с ней брал черенки. А когда отрезаешь черенок, да не полностью, оставляешь почки на развитие, нижние. Три-пять почек. Получается еще более разлапистость. А почему она не должна быть разлапистость? Сейчас объясню. Четыре, пять, шесть. Это уникальные лучшие сорта России в мире. Ну, с этой стороны еще парочку посмотрим. Вы их не видели не раз. Вы видели урожаи. Только это самое. Потрите уши, я у меня это самое. А то скажете, послышалось. Вот такие деревья дают вот эти до 20 ведер, а вот эти вот до 40 ведер. Вот. Это, это. Пойдем дальше. Мы уже были возле того костра. Вот. Был уничтожен около 20 взрослых огромных абрикосов с урожаями от 10 до 30 ведер. Но уже были старые. 25-30 лет. 25-30 лет. Почему? Освобождал место. Я вынужден это делать. Я освобождал место. Вот. Потому что земли для уникального сада в стране нет. Вот. Еще груша. Вон она. Которая зеленая. Вот. Вот груша. Это груша из Франции. Это. Если бы не это самое. Там, знаете, написано. Груша-лектир. Вот. Ну, так я расшифровал бы это. Маленькое такое название. На черенках. Теперь оказалось, что лектир. Это все-таки французская. Попала в Японию. С Японии. Вчера, это, Латинкова. Латинкова ко мне. Потом что-то случилось. И теперь у вдовы Латинкова, у моей милой подруги, у Галины, оказывается нет этого сорта. Я и с помощью нашего общего друга, у меня все все друзья, Алексей Калексей Иванович, вот эти вот черенки поедут. Ну, не все, видите, тут прививки есть. Вот они, прививки. Это не считается. А вот то, что не прививки. То есть, третий этаж. А вот это вот, вот это вот, поедет, вот они, поедет обратно на свою, не родину, но обратно к Латинкову. Вот, то есть, у меня такие случаи бывали. Вот как Боднер умудрился спасти мой сорт, который называется Петр Великий. Причем это название я ему дал личное. Ну, пол юбилея, то все Петра Великого, императора. Я назвал его Петр Великий. Ну, захотелось. Вот, а плоды были до 150 грамм, вот такие вот, даже 180 грамм. А этого не может быть. Я сейчас, у меня потом они погибли, а я успел поделиться с Боднером. И пришлось у Боднера клячить обратно, представляете? Вот так Боднер спас тот сорт, а я спас этот самый, шикарный сишор, вкуснейший, этот самый, Лектиер, примерно так называется. А мне, я бы сказал, может это совпадение, а мне показалось Лектор. А, Лектиер, Лектиер, на самом деле Лектиер. Ну, бог с ним, значит, ошибка не случилась. Вот, и теперь он поедет обратно в Челябинск. Уже в Японии не поедет, в Франции не поедет, но в Челябинск поедет. Вот эти несколько черенков. Вот, причем я сказал, это подарок. Это подарок. Ну, что, посмотрели, это к слову пришлось. Но тема груш не закончилась. Может, даже я сейчас долго буду говорить, больше 10 минут, пусть это будет первая серия. А за компьютером вторая серия, продолжение этой темы. Это очень-очень важно. Это страшно важно. Вот, почему. Итак, груши и своя родина, это я вычислил. А! Иду. Я вычислил это. Имеет, вы видели свое происхождение. Вот, из стран с сухим климатом, почти полным отсутствием дождей, с далекими грунтовыми водами. Почему выжили, сформировались и получили прописку на планете Земля. Да, именно груши, которые имеют длинный сердцевый корень и, повторяю, длинный сердцевый корень и вот такую форму крона. Сейчас, минуточку, меня зовут. Слушай вас. Николай, говори. Сейчас посмотрим. Так, прошу прощения, но работу не остановишь. Какая поделка? Выбрасывай, жги. Ну, все, все. Там тоже. Нет, хорошее не сжигай. Ты уже выберешь, сам решай, ладно? Сам решай, хорошее или нет. Если они уже используют... А, нет, все, выбрасывай. Так, прошу прощения, отвлекаться нам нельзя. Итак, имея такое происхождение, они сформировали крону, которая едва ли не главной защитой, которая является крону, главной роль которой защищать штамп от выплевания. Почему? Потому что переезжает она в более сырые места. Для нее вот это более сырое место. Внимание! Я про это говорил, еще расскажу. Вот так они начинают умирать. Видите? Внимание! Видите? Вот так они начинают умирать. То, что я делаю, это кощунство. Нельзя руками ничего подходить. Ни руками, ни щетками по металлу, ничем не обдирать. Это страшная ошибка, которую делают якобы специалисты. Вот, нельзя отрезать вот эти вот волчки, которые спасают верхнюю часть. Вот когда отрезали верхушки, видите, для чего? Чтобы получить ветки на прививку. Вот они, видите? Вот они. Вот они. Вот. Когда были отрезаны вот эти. Но именно отрезанные ветки сделали более, крону более доступной для дождей. Пойдет, пойдет. Пойду кофе попью. Давай. Прямо в дом заходи, там кофе. У вас? Да. У вас? Или здесь? Там, там. На том участке. Ага. Вот. И тогда получается, что мы вот это отрезали для того, чтобы у нас были боковые ветки, которые и эта отрезка, шансы на выживание уменьшает. Вот. Теперь возьмем два принципиальных момента. Вы уже поняли. Я делаю то, чего делать нельзя ради веток, ради выживания, сокращая жизнь дерева. Посмотрите, что делается. Внимание. Видели? Потом это пойдет выше, выше, выше. Вот. Смотрите, что здесь получилось. Еще страшнее. Видели? Вот. Как мы изувечили дерево. Еще показать? Пожалуйста. Вот. Потом будет еще отдельный разговор. С этого дерева ветки брать нельзя. Почему? В один из моментов в этом году случилось чудо. Для науки это сенсация. Но ей сенсации даром не нужны. Дремали и будут дремать. Видите? Вот это что? Они вдруг с шикарнейших 200-граммовых груш. Вот. В один год задичала привитая часть. Привитая. Вот это с привитой частью. Я показывал. Здесь. Вот видите, что написано. Почему я так разорвал? Вот специально. Чтобы не дай бог никто не взял. И видите, написано. Монастырская. Шикарная была груша. Теперь она вся задичала. Полностью. И эти ветки теперь брать на прививку нельзя. Если только из любопытства вот так отрезать. Вот. Посмотреть. Вернутся качества шикарной груши монастырской. Или так останется дикой. Но это уже для экспериментов. Это уже не для обывателей. Обыватели никогда с этого дерева не получат от меня черенки. Вот. И так. Надо заканчивать первую часть. Вторая часть будет за компьютером. Дело в том, что. И так. Груши не привитые. Они вообще имеют передальную форму. Это их природное явление. Груши, которые. Мы. Привитые. А что такое привитая часть? Она берется из почки. Из боковой ветки. Не любая. Но почка, которая имеет. Казалось бы. В своей программе развития. Что она имеет? Правильно. Она имеет чисто пирамидальную. Должна иметь чисто пирамидальную форму. Но не имеет. Почему эта почка начинает расти на раскоряку. Я долго думал, какое выражение для нее придумать. На раскоряку. Видите. Возьмем молодую грушу. Вот она. Так. И возьмем вот эту грушу. Как идеал. На ней висели две шикарные. Крупные. Грушу память Яковлева. Итак. Привита. И теперь вместо пирамидальной формы. Она имеет форму. Больше на яблоню похожую. Почему? Раз привита. Она должна была расти в бок. Какие-то ветки вверх. Какие-то в бок. И вот результат. Она совершенно непропорциональная. Видите. Вот. Ее бы сейчас начали улучшать. Эти специалисты. Они бы сказали. Вот эту развилку срочно убрать. Срочно. Срочно. Вот тут бы сделали страшную рану. Это я вам гарантирую. А это сильно низко. Вот эти две ветки. Тоже их убрать. Раз. Два. Три. Я вам буду завтра показывать. До чего они дошли. Тогда осталось бы. Вот это голо. 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 И вот отсюда пошел бы скелет. Так вот, друзья. Чтобы эту грушу в будущем. Спасти от выпривания. Чтобы не было вот этого. Вот. Вот этого. Вот эти. Молодое дерево. Смотрите. Это тоже нельзя трогать. Хотя кто-то скажет. Ужас. Скорее за это. За. За. За щетку по металлу. И все обдирать. Обдирать. И все. Знаете, что обдирают? Кору полностью снимают. Полностью до древесины. Эти плотненькие бетончики. Я их так называю. Ну, все. Вы меня поняли. Теперь что делать, когда. Получается. Сейчас я вам скажу. Что надо делать. Итак. Я буду сидеть за столом. Передо мной будут велькать фотографии. Это когда груша, начиная с 5-8 летнего возраста, начинает раскрываться сама. Сама. Когда там трясешься миллиона. Уже может быть 4-5 там. Вот. Посмотрим. И вдруг. Бах. Резать, резать, резать. Раскрывая. Самое гуманное. Тут же. Другой. Я потом фотографии прям с экрана покажу. Сниму. Нафотографирую с экрана и покажу вам. Вот. Те еще вот такую грушу раскорячивают. Не режут, а раскорячивают. Вот так. Они не знают, что этим они приближают ее смерть. Понимаете? А мы с вами что должны делать? Если идеальная форма у непривитых груш. Вот такая вот. Я это называю пирамидальная. Да? Вот так. И редко какая ветка отклонится. Редко. Вот. А что делать, раз это была почка с боковой ветки. Получилась корявая. Ну, 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 пожалуйста. Ну, вы сами должны уже сообразить. Наоборот. Хотите долголетие? Вот что вы должны делать. Взяли. А я это самое. Потом как-нибудь покажу. Я возьму на полоски разрежу ткань. Мягкая ткань вот такими полосками. Ну, например, старую пастыню. И вот так вот обмотаю. Вот так вот. Специально для наглядности. Поняли? Вот. Не раскрыть, а вот так. И тогда она будет иметь свою форму, какую должна иметь. Вот тогда максимальное количество листьев. Листья, подчеркиваю. Лист, он имеет форму особую. Наклон особый. Ребра жесткости особая. Для того, чтобы специально отводить воду. В данном случае от штамба. Говорю, 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 говорю. Нет, появляется этот. Еще, знаете, что покажу? Это уже на вебинаре. Специально приготовил. Миллион чем-то подписчиков. И опять то же самое. Ну, ладно. Человек искалечил грушу. Вот она умирает. Вот уже целые ветки мертвы. Просит помощи. А там помощники такие живо. Чуть не сказал грубое слово. Вот. Такие живо. Чему они учили? Учили, учили, учили. Ни один не сказал причину. Это форма кроны. И нельзя было ей отрезать нижние скелетные ветки. Вот отрезаю нижние скелетные ветки. Глядите, друзья. У меня заканчивается время. Осталось минута 20 секунд. Вот они. Видите? Ну, а я отрезал только сухие. Только сухие. Поняли? А эти, вот они, живые. Почему? Потому что нельзя отрезать нижние скелетные ветки. Листья на этих ветках. Специалисты не знают, что у них листья будут летом. А листья это фотосинтез. И они кормят что? Корни. Микоризу. Всю подземную живность. Здесь вырабатывается глюкоза. Она не только в плодах. Она и просто туда попадает, в землю, кормить всю живность. Но вот случилась беда. Железовы отрезали ветки. Для чего? Правильно. Для того, чтобы можно было эти ветки брать на черенкование. И взамен мы имеем внимание. Видели? Дерево, которому долго не жить. Благодарю за внимание. Вторая серия будет за... Что ты сказал? За рулем. За компьютером. Все, друзья. До свидания. До свидания. Продолжение следует...